В Новосибирске начались гастроли МХАТа имени Горького на сцене оперного театра. Пять дней подряд будут показывать спектакль «Женщина Есенина». Это одна из самых востребованных постановок москвичей, в основе которой биография Есенина, написанная Захаром Прилепиным. Алексей Кудинов посмотрел спектакль. Поэт — это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Так об этом спектакле говорят в МХАТе. Постановки два года. За это время спектакль показали около 70 раз. И всегда аншлаг. Есть зрители, которые приходят на «Женщин Есенина» по пять раз. Спектаклю нужны большие сцены, поэтому кроме «Столицы» его играли пока только в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. В прошлом году на сцене «Глобуса», сейчас в оперном. Чем больше сцена, тем больше требуется энергии и куража. И огромный зал, и такой красивый зал, конечно, заставляет расправить свои плечи, вытянуться, хочется стать выше ростом, хочется, чтобы были движения шире. И это происходит непроизвольно. И мне кажется, это такое у каждого из нас в груди разжигается костер. И когда ты видишь эти просторы, то костер вырывается наружу. Жара и огня в этом спектакле много. О Есенине во Мхате имени Горького решили рассказать не так, как это делают в школе. На сцене есть ворох желтых листьев и хрестоматийная березка. Вот только найти землю, пустить корни березка никак не может. Неканонического Есенина постановщики вывели по книге Закара Прилепина из серии «Жезел». Я поняла, что он там совсем другой. И ту фразу, которую говорила Прилепина, она была, господи, как же я хочу, чтобы не было вот этого лилия с березками, потому что это был, ну как он сам сказал, для меня это инопланетянин, потому что я не понимаю, как человек такого масштаба мог разиться в Рязани у таких простых родителей. Откуда все это? Откуда этот, наверное, талант? Откуда это поцелованность с Богом? У всех стоял портрет Есенина, если мы все... Это все равно представление было поэта о России, березки, значит, вот он весь такой, кудельки, он все время вот какой-то немножко иконизирован был. Наша главная тема – показать гении Есенина, как рождаются, из чего рождаются гениальные стихи, и почему они до сих пор отзываются в сердцах людей, особенно женщин. Мама Соня Толстая, Зинаида Райха, Сидора Дункан. Рядом с Есениным было много любимых женщин. Он спасал их и мучил, посвящал им стихи и бросал с маленькими детьми на руках. Жить с гением – непростое испытание. Понять Есенина. Занятые в спектакле артисты пытались не только по книге Прилепина. Я в жизни посещал гостиницу «Адлон» в Берлине. Я представлял, на себя примеривал, какие-то ощущения находиться в Берлине с прекрасной женщиной и в кругу иностранцев, которые тебя не знают и пишут про тебя всякие карикатурные истории. А там очень выпьем с вами! Но продолжал! Давайте. Такого Есенина принимает не вся публика. Для кого-то поэт это, в первую очередь, певец родной природы. Тем не менее, билетов на новосибирский спектакль в продаже почти нет. Остались несколько вип-мест за 25-30 тысяч рублей. Алексей Кудинов, Валерий Павлов. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова